Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы расстались с парнем, но поддерживаем отношения, по как приходится из-за нерешенных бытовых моментов встречались 4 и 6 года. Ну то есть 4 с половиной. Сыть расставания была в первую очередь из-за того, суть в том, что имели место быть мамины звонки с заданиями, которые он выполнял. Тут написано немного непонятно. Мамины звонки с заданиями, которые выполнял ее сын. То есть речь о маме парня, девушке, которая задает вопрос. То, что касаемо моих бытовых проблем, у него не хватало времени. Мы ранее с ним расставались, но когда сошлись, его мать была категорически настроена против этого, и прям лицо мне об этом сказала. Но потом ее опустила, так как ничего не могла сделать с решением сына. В этом году он, то есть сын, поступил, я так понимаю, в вуз, и она отдельно решила снять ему квартиру. Даже если в моей закончится ремонт. Оль, естественно, в этот раз еще говорит мне, что я ничего не могу поделать, надо подождать, пока ее отпустят с этой идеей. Не понимаю, что могло произойти за это время, почему они могут с ней поговорить, может он уже не испытывать ко мне никаких чувств. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот какой помощи-то вы от нас хотели бы? То есть вам вот помощь какого рода нужна, потому что я как-то вот, исходя из того, что вы написали, я как-то вот не очень понял, какой помощи вы хотели бы, ну вообще. Это первый момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, да? Второй момент. Вы спрашиваете, как бы, ну, какие, то есть, может быть, он уже не испытывает к вам чувств, да? Получается. Ага, ну, может быть, конечно. То есть, в этом смысле, действительно, все может быть. Но, опять же, момент здесь, как мне кажется, заключается в том, что мы этого знать наверняка не можем. То есть, мы не можем знать наверняка. что, аааа, ваш парень он, ааа, ну, действительно ли, не испытывают к вам чувства или нет. То есть, мне кажется, что здесь вы почему-то решили, что мы вот можем откуда-то это знать. То есть, мы откуда-то можем знать, да, значит, как-то вот, испытывает ли к вам мужчина чувства или нет. Вот, мне очень жаль, но мы этого знать не можем. Вот. От слова совсем. Вот. Это первое. Второе. Может быть, вы, конечно, имели в виду, ну вот, совсем другое, да. То есть, может быть, вы имели в виду не то, что написали. Вот. Говоря о том, что у вас есть вот, ну, некие, скажем так, бытовые проблемы. Но, честно говоря, я не очень понял здесь этого момента. То есть, вы как будто бы считаете, что молодой человек должен, скажем так, решать ваши проблемы. Вот. То есть, это вот, если я правильно вас понял, да, так работают, что молодой человек должен решать ваши бытовые проблемы. Он может их решать. Он может их решать, но он может и не хочет их решать. Так, вышло, что мама, судя по тому, что вы описываете, имеет над вашим молодым человеком достаточно такую серьезную власть. То есть, она, судя по тому, что вы описываете, да, она достаточно влиятельна. И для меня здесь не совсем очевидно то, вот, ну, понимаете ли вы этот момент, то принимаете ли вы этот аспект, того, что вот, хорошо это или плохо, но мама имеет власть над вашим молодым человеком. То есть, он в этом смысле к ней привязан. Вот. Абсолютно не имеет, на мой взгляд, значения, ну, вот, как-то, да, хорошо это или нет. Для нас скорее важно то, что это факт сейчас. Вот сейчас это просто факт. В данном случае. И вы либо принимаете, либо вы принимаете эти факты, либо нет. Вот. А вы, как бы, на мой взгляд, не принимаете то, что у молодого человека вот такие достаточно, получается, тесные отношения с мамой, да, то есть она имеет, имеет достаточно серьезное на него влияние. С одной стороны, вы вроде бы не принимаете это, а с другой стороны, вы не принимаете того, что, может быть, вам, ну, как бы не совсем подходит. Мужчина. Именно как раз, именно как раз, по причине того, что он, вот, как бы, ну, не совсем самостоятельный. Вот. Понимаете, да? Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно этот аспект обязательно поисследовать. Для того, чтобы разобраться. А, о том, есть ли у него к вам чувства или нет, ну, мы этого не знаем, потому что не умеем, не умеем читать мысли, не умеем, и не имеем права говорить о третьих лицах. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.